Что здоровье организма как системы начинается в животе, а живот малоинформативен в плане диагностики. То есть печень не болит, у неё нет болевых рецепторов, поджелудочная угасает молча, желчный перекручен, обычно это не чувствуется, дисбактериоз никак не ощущается. Ну иногда вздутие, кто там обращает внимание особо, или побурчал там живот. И получается, что человек думает, что у него в животе всё хорошо. Вот понимаете, например, если у человека болит сустав, он дико болит. И человек понимает, что болит сустав и что-то делает, чтобы от него, от этой боли избавиться. Но причина-то это боли в животе, а живот не болит. Болит сустав. А причина в животе? Потому что заболевание сустав это следствие нарушения процессов переваривания пищи. И нарушение функции печени по синтезу своего собственного белка. Поэтому живот малоинформативен в плане диагностики. Он обычно не беспокоит. И вот человек начинает пить Бэйсикс. Там пищевые волокна. Восемь видов пищевых волокон. А современный человек, каждый, живёт в дефиците пищевых волокон. У каждого дисбактериоз. Плюс у людей есть ещё какие-то проблемы. Гастрит, на которые никто не обращает внимания. Проблема с оттоком желчи. У меня какая-то недостатка ферментов. И человек начинает пить Бэйсикс. И начинается то вздутие, то дискомфорт, то запор, то понос. Бурление, брожение может быть. И человек говорит, мне не подходит ваш Бэйсикс. А мы говорим, вот вам он как раз и подходит. Потому что, если в животе всё хорошо, всё спокойно, человек пьёт Бэйсикс, и у него в животе всё так же хорошо и спокойно. Просто общее самочувствие хорошее, как-то в животе легко. А как только после Бэйсикса начинается вздутие, запор, понос, чувство тяжести, мы говорим, выявили проблему, понимаете? Мы у вас выявили проблему. Оказывается, у вас не всё хорошо с кишечником. У вас ковид, у вас дисбактериоз, у вас склонность к запорам. Поэтому добавляем йогурт, потому что микрофлора долго восстанавливается, на это годы уходят. Добавляем йогурт за полчаса до сна, поздний пробиотический ужин. Поел сам, покорми бактерии в кишечнике, они тоже кушать хотят. Бэйсикс, соответственно, уменьшаем. Причём уменьшаем в два раза, в три раза, в четыре раза. У нас бывают люди, когда мы начинаем Бэйсикс на кончике ножа. Вот с такой дозировки мы начинаем Бэйсикс. И постепенно увеличиваем. Плюс, конечно, нужно проверить, как человек пьёт воду, потому что в Бэйсиксе восемь видов пищевых волокон. Эти волокна требуют воды, потому что они должны разбухнуть. Если воды нет, они где-то застряли в кишечнике по дороге. И вот запор. И интересна точка зрения аюрведы по этому поводу. Аюрведы считают, что запор — это следствие дисбаланса конституции вата. Вата душа вышла в дисбаланс. Если вы смотрели прямые эфиры с экспертами детокс-интенсив, Виктория Дорогова, врач Рыб, достаточно подробно объясняла про базовые конституции вата-пита-капха.